Здорово, чуваки, аудиофилы! Сегодня у нас на обзоре интересные наушники от компании ICO. ICO, HiRC! Ну, как-то так, наверное, да? Это все звучать должно. Рекламный слоган ICO. Сосико! Здорово, чуваки, аудиофилы! Сегодня у нас с вами на обзоре вот такие вот интересные наушники от компании ICO. Наушники называются HiRC. Содержат они в себе один динамический драйвер и четыре балансных арматуры. Давайте их распакуем и посмотрим на них поближе. При ближайшем рассмотрении перед нами предстает симпатичная коробочка со значком Hi-Res. На задней стороне мы видим характеристики наушников. Сопротивление наушников 23 Ом. Частотная характеристика 20 Гц, 40 кГц. И чувствительность наушников 108 дБ. Наушники состоят из одного динамического драйвера и четырех балансных арматур. Что же под капотом у этой малышки? Конвертик ICO. Компания довольно интересно подошла к компоновке коробочки. Здесь какая-то бумажная аппликация, вставлены наушники, подписано все, типа алюминий, коннекторы 078 пин и все такое прочее. Здесь амбишурки лежат, утопленные. В общем, забавная аппликация и коробочка с проводом. Давайте вынем это все и посмотрим. Вот так это выглядит с обратной стороны. Не знаю, как по мне, это, по-моему, немножко усложнили они это, вот их достать отсюда как-то. Ну и, собственно, сами амбишуры. Но сделано необычно и это плюс. Внутри мы видим расположение динамического драйвера и балансной арматуры. Сдвоенная одна, потом вторая арматурка, единичная, и третья арматура в звуководе находится. Корпус состоит из пластика прозрачного, затонированного и алюминиевый фейсплейт с надписью HRC. Симпатично. Ну и кабель, который, в принципе, ничего особо из себя не представляет. Просто белый кабелек. Простенький максимально и мягенький. Ну, по крайней мере, не спутывается. Ну вот, мы возвращаемся в студию. И пора поговорить о звуке этих наушников. Что же они из себя представляют? А сперва мы поговорим о кабеле этих наушников. Потому что тот кабель, с которым эти наушники поставляются, беленький, вот вы видели на распаковке, это, конечно, боли и слезы, мягко говоря. Потому что на родном кабеле наушники приобретают в верхнем регистре, в самом верхнем, на бриллинсе после 11 кГц, слегка ядовитое звучание. Не очень приятное, мягко говоря. И ты слушаешь и не можешь понять, почему они так звучат на верхах. Ну, типа, это балансная арматура вот такая какая-то неудачная или что стоит там? В чем проблема? А стоит всего лишь заменить кабель и наушники начинают играть ровно так, как надо. Тембральный баланс самых-самых верхних частот, он приобретает ту самую нейтральность, которая и должна быть. То есть он не подкрашивает их каким-то ядовитым цветом, а вот именно ты слышишь, послезвучие, продолжительное, слегка шероховатые тарелочки, все как надо, там хвосты какие-то. А с родным кабелем там просто что-то ядовитое и непонятное. В общем, заменил я кабель и наушники зазвучали. И не только в верхнем частотном регистре. Середина тоже подтянулась. Вокал стал более упругим. Он стал более локализованный в пространстве. Вокал получил более высокое разрешение. Немножко громкость вокала приподнялась. То есть ты слушаешь с белым кабелем, с родным. И вот кажется, ну, вокалу не хватает. Вот чего-то серединки как-то вот не дотягивает. Вот хорошо играет, красиво. Но вот верха чуть-чуть все портит там. И вот какая-то серединка не настолько вот внятна и выразительна, что хочется в эквалайзер залезть и где-то на 3,5 кГц чуть-чуть прибавить. Вот ощущения такие возникают. Но стоит поменять кабель, ты думаешь, блин, замечательно наушники играют. А дело лишь в кабеле только. Я не часто меняю кабели на наушниках. То есть у большинства наушников идут, ну, более-менее, либо хорошие кабели в комплекте. Здесь же ИКО почему-то на удивление положила такой кабель. Честно удивлен. Не знаю, не ожидал. Предыдущие наушники были от ИКО, назывались OH300. И мне они понравились. Я прям там с таким энтузиазмом, на эмоциях, с таким волнением про них рассказывал, потому что они целый мир рок-музыки для меня заново чуть ли не открыли. Те наушники. Именно рок-музыки тяжелого быстрого металла. А здесь я был удивлен этому кабелю. Ну, я сперва наушникам удивился, почему они так звучат. Дело в кабеле оказалось. Стоило поменять кабели, действительно, они запели, заиграли, зазвучали. И я такой, ну да, ну это хорошо, это прям очень классно. Сцена у наушников широкая, но не глубокая. Вокал расположен довольно близко, как будто ты стоишь в первых рядах к сцене. Ты стоишь, слушаешь, но и певица не орет тебе в лицо. Все-таки пространство есть, как бы воображаемые виртуально, несколько метров там есть вот этих вот до исполнителя. И ты, как будто он немножко выше расположен, и сцена очень широкая, и ты слышишь, как будто целый концертный зал. Очень приятно, очень. Слушал Сару Брайтман, слушал Патрисию Барбер, Шерил Кроу, слушал Вая Кандиас. Такие разнообразные, жанрово-интересные, красиво звучащие. Сэм Браун слушал, исполнительниц. И везде вот эта сцена, она довольно близко расположена. Везде вот эта широчайшая сцена, и музыканты по сторонам, и все. Ну, звучит классно. Мне понравилось. Слушал рок-музыку. Думал, ну, раз наушники так хорошо умеют какие-то вокальные жанры, и такую интимную подачу, притемненную слегка, но очень детально и красиво звучащую, я думаю, может быть, тогда рок не смогут играть. Нет, замечательно играют. И пресловутый тот же самый наш любимый Evanescence, и Metallica, ой, это прям вообще вкуснота. Прям вообще вкуснятина. Слушаешь Metallica, ну это прям просто кайф. Атака вот эта вот. Именно с заменой кабеля. Именно с заменой. Потому что до замены кабеля я тоже слушал Metallica. Ну, как бы не хватает. Хочется там где-то там подтянуть эквалайзер, где-то там. А здесь заменил кабель, и просто на абсолютно ровном эквалайзере там и атака, и все появляется. Мощь, красота, звонкая бочка. Вот это вот. Ну, великолепно все звучит. Это просто, ну, кайф. Ты сидишь, ловишь кайф. И причем наушники не напрягают. Вы знаете про мои любимые наушники, которые я могу там слушать буквально 40 минут, потом хочется снять, отдохнуть от них. Да, они своеобразные. Они ровные довольно-таки, но бывают... Такие, ну, они грабоватые бывают. Не буду говорить их название, чтобы не казалось рекламой, опять же. И эти наушники можно слушать очень длительное время. У них округлый бас такой, пухленький немножко, округлый басок такой, мягкий, располагающий. У них, возможно, немножко... Я бы добавил, добавил бы чуть-чуть мида, может быть. Совсем чуть-чуть. Но это, опять же, вкусовщина. И, возможно, если сюда поставить не посеребренный кабель, а какой-нибудь просто чистомедный, возможно, мид немножко подвылезет. Может быть, но это не факт. Но это не важно. Там всего хватает, и все хорошо звучит. Вот так, чтобы вы понимали. То есть, наушники практически универсалы. Какой-то рэпчик можно послушать. Ну, не любитель я рэпа, но можно. То есть, там все хорошо играет. Бас округлый, мягкий. Он дает низкочастотные составляющие. Панч есть, все нормально. То есть, с этим все кайф. Слушал электронику. Электроника звучит хорошо, но какие-то, допустим... Как все вот это любят? Срань, вот как оно? Лоу-файная хрень. Вот это как она называется? Скажите мне этот... Фонг. Вот. Для фонга я не знаю. Ну, я, наверное, не любитель. Мне поэтому, возможно, и не заходит такое. А какой-то драм-н-бэйсик они хорошо играют, например. Хотя агрессивный драм-н-бэйс не слушал. На них просто обычный драмчик хорошо заходит. Те же диджей Тиесты, Пол Кенфольк, Пол Ван Дайк. Все хорошо играют. Во, больше всего понравилось. Зиверт из попсы, из нашей, из русской. Это Зиверт понравилось. И из зарубежки мне понравилось... Ну, не зарубежка, а это Аурасоник. Я уже про них на предыдущих обзорах рассказывал. Два русских диджея, которые... Электронную вокальную музыку женскую, короче, пишут. Вот. Аурасоник. Тоже очень понравился, очень хорошо и красиво звучит. Эти наушники очень интересно играют русский рок. Симфира, Ария, Мумитроль. Вот Чаев можно послушать. Ну, то есть, вот, все сидеть, поностальгировать. Что-то мы в начале двухтысячных слушали. Вот русский рок можно послушать. Кайф. Группу Сплин какую-то. Наушники звучат вовлекающе. Они тебе передают настроение. Они дарят настроение тебе. Некоторые наушники начинаешь слушать такой... Угу, понял. А эти наушники начинаешь слушать, и ты такой... Ногой притоптываешь, головой покачиваешь. Ну, у тебя настроение повышается. Ты не замечаешь, и ты такой, ох, ни хрена, а что так? Прикольно. Надо еще чайку вообще налить, и вообще по кайфу. То есть, наушники дарят настроение. Они вовлекают тебя в звук. Их приятно слушать. Эти наушники могу порекомендовать тем, кто весь день проводит в наушниках. У них такая сигнатура звука, что ты от нее не устаешь. Ты их надел, вставил в уши удобно, комфортно, и все. Тебе не нужно их вынимать. Они не вызывают какого-то вот раздражения там через час или через 40 минут. Ты их слушаешь, и у тебя все хорошо, тебе все приятно, все по кайфу, все нравится. Поэтому наушники добавлять в корзину 11-11 их можно взять. Но держите в уме, что все-таки первоначально, конечно, с родным кабелем их можно послушать. И ничего в этом такого криминального нет. Но лучше к ним докупить отдельно нормальный кабель. Лишний раз даже не знаю, стоит говорить или нет. Кто-то сочтет это, наверное, за рекламу. Но я ни копейки с этого никакой не получаю. Вообще никакого сотрудничества у меня сейчас с этими чуваками нет. И кабель я за свои бабки покупал. Но просто скажу, что TRN-T2 Pro, этот кабель, ну, решил полностью эту проблему со звуком в этих наушниках. То есть реально замена кабеля здесь сработала. И держите в уме, что этот кабель вам нужно будет докупить для них. Но опять же, кабель вы покупаете не только для них, но и для любых других наушников с таким коннектором подключения. То есть этот кабель подойдет и к этим, и к другим, где точно такое же соединение. У них мягкий, приятный, теплый звук. Не темный, какой-то затемненный или еще какой-то. А именно, что теплый такой, дружелюбный. Ты их слушаешь, и тебе приятно. То есть они сразу звучат хорошо, они не вызывают какого-то... Надо привыкнуть к ним, или там надо их прогреть. В принципе, не надо. В принципе, они хорошо играют сразу. И дружелюбно. Не забываем ставить лайк, писать коммент. И... Все эти наушники, это, конечно, хорошо. Но самое главное, слушать хорошую музыку в хороших наушниках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok